Мой тату заризал теле, а то треба было гуси тримать, телета, свини, то все треба было мне создавати немцеве. И он, немец приходил, казала мама, на тежди раз, на две недели раз до села, и он привил немца на подверг, что мой тату заризал теле. А немец пришел до хати, каже мама, подивившись на сам перец в кухне, в чьей мясо, мясо не было, ага, как бы заризал теле, сварил бы мясо, так, мясо не было сварено. В кухне была каша молочная, був борщ, но без мяса все. Подивившись, туди тато каже до немца, ходи я тебе покажу, что теле дохло, откопаю, где я закопал, на, под яблунком яму. Но немец не сказал откопать, и тату не откопал. А тату закопал голову, ноги, там, шкиру, то все, зробил так, как теле, закопал. Бо знал, что то и так продасть. И туди немец пришел, его ударил два раза в песок и пошли. Тату не откопал. А он так, что показывал, где люди зерна ховали, где что-то забирали людей. Я не будем. И тату закопал. И здесь он уменьшил, что в одном-падом. А в другом доме они уничтожили, где они непонятно, и в другом доме они дожили. Казачок, живая, с полей, в другом доме. Продолжение следует...